Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. Видео снимаю на одной из своих лыжных прогулок в Пироговском лесу. Это пригород Ижевска. Поэтому будете слышать звуки, которые обычно сопровождают лыжник. Для меня это уже стало, наверное, каким-то ритуалом. По выходным баня, обязательно прогулка на лыжах, в лес. Да и, в общем-то, у нас здесь местные верования, удмуртские, они сводятся к тому, что священные рощи, все как можно ближе к природе, это вот наше все, так сказать. Удмурты в каком-то смысле лесной народ, эльфы, если сравнить с мифологией, да? Чем-то даже похоже бывает. Так что я вас призываю, если у вас есть рядом лес, если у вас есть снег, более-менее теплые деньки, выбирайтесь. Это здоровье, это способ прочистить мозги, потому что наш век информационный. Засорение мозгов происходит практически через 30 секунд после захода в социальную сеть ВКонтакте. Вы можете это... простой опыт поставить. Зайдите, да, на пять минут, вы поймете, что пролетело полчаса. Волшебное стирание времени. Ну да ладно, в общем, продолжая, наверное, цикл видео по теме криптовалют. Несколько мыслей на этот счет хотелось бы высказать. Вчера зарегистрировался на еще одной бирже. Йобит называется. Такое название, может быть, русскоязычному человеку не очень прилично звучит, но уж так она называется, что поделать. Также торгую на биржах Индекс, это вебмайнерская биржа, и Битрекс, и Бинанс. То есть уже четыре. В принципе, наверное, в этом видео еще и вроде как отчет сделаю по своим инвестиционным темам. Еще у меня есть на фондовом рынке портфельчик. Был точнее. Хотя нет, в принципе, сейчас еще одну бумагу взял. В общем, работал по системе Элвиса Марвамова, то есть он формировал мне портфель, наверное, на протяжении года. Вот. И все, никак не выстреливало. И вот только под Новый год, наконец-то, я дождался роста портфеля. Первое, что я сделал, это я отключился от стратегии уже, от греха подальше, потому что мне не очень нравится, как он ведет именно вот в плане защиты от падений. То есть он просто на долгосрок берет бумагу и не скидывает ее, когда очевидно, что надо скинуть, когда пошло падение. Меня это несколько не устраивает. Поэтому те бумаги, которые у меня были, значит, до Нового года это, получается, было АО-система, ФК-система. Мечил обычная, Мечил привилегированная и Русал. Как только портфель ушел в плюс, плюс 25% было, хороший такой плюс, то есть на четверть больше стал, я скинул сразу эту систему. И вот недавно, буквально, уже после Нового года, скинул Мечил и Русал. Возможно, снова возьму, я как бы, это не окончательное решение, просто я пока на данный момент решил взять паузу, цифру 25% мне очень нравится. По рекомендации, значит, ребят из нашего инвестиционного чата ВКонтакте, уже, наверное, год мы там общаемся, обмениваемся мыслями. Хороший такой, кстати, чат. По большому блату туда добавляю людей, в обычный список ближайшего окружения, знакомых. Взял, короче говоря, привилегированные акции Башнефти сейчас и Ленпреф рекомендует. Но, скорее всего, понедельник возьму, посмотрим. И еще надо наблюдать за Русалом, потому что бумага интересная. Еще и недавно представитель Русала на РБК высказался, что они там криптоферму создают, а это, знаете, такая... Это очень мощный пиар-ход, потому что та же обанкротившаяся компания Банкрот, фактически, да, только заявили о создании криптовалют и их акции выросли на 30%. То есть Русал, хотя у него профиль это производство алюминия, то есть металлургия, но сейчас такое время, что только как-то ты заявляешь о том, что хоть как-то связан с миром криптовалют, сразу огромное количество людей обручает внимание. Поэтому, может быть, вот в понедельник мы увидим гэп по Русалу, и, может быть, даже я зря его продал. Но прикол в том, что я этого не мог знать, поскольку уже после закрытия рынка в пятницу это интервью было. Ну да ладно, вырастет, да вырастет, посмотрим. В общем, возвращаясь к криптовалютам. Отлично провернулась операция с биткоин-голдами, то есть я их брал в декабре, долго держал, ну месяц для криптовалют это долго, и буквально на днях прошел такой слух, что давно его не пампили, давно эту монету не пампили. Ну, я думаю, подожду еще чуть-чуть, и вот буквально я снимаю после дня, когда 50, по-моему, 6 или 7, 56 или 57 процентов за день максимальный был рост биткоин-голд. Ну, естественно, естественно, надо продавать. То есть покупай на слухах, продавай на новостях. Вот оно, золотое правило. Кстати, рекомендую вам, вот здесь ссылочку пишу, сообщество ВКонтакте, как раз по слухам, связанным с криптовалютами. Криптослухи. Хэштег. Очень рекомендую подписаться. Как раз там все можно, это подбирать еще, эти информации до, информацию до того, как фактически рост стал новостью или падение какое-то. Группа маленькая, развивающаяся, но очень интересная. Значит, сейчас я работаю, перечислю, наверное, имеет смысл, все криптовалюты, с которыми я как-либо работаю. Ну, понятно, биткоин, понятно, биткоин кэш, про биткоин гол сказал, эфириум, эфириум классик, рипл, монера, нео, трона немножко есть, BCI, есть биткристалл, вообще интересная, интересная монета. Я ее, правда, сейчас скинул, вот я ее скинул, с хорошим профитом, а она еще процентов на 20, на 30 выросла. Ну, вот за ней надо смотреть, то есть на ближайшем спаде, я ее, конечно, подберу снова, на ближайшей коррекции. Так, сложно мне так все вспоминать, очень много криптовалют разных. Ну, вот основные перечислил, так что представление о том, с чем я работаю, вы можете получить. Пара светов, наверное, в завершении. Лучше всего позиции открывать все-таки после коррекции. И обращаю внимание на то, чтобы был, в принципе, в целом рост на графике в виде. То есть, органический желательно рост без скачков таких прям мощных. Потому что, если есть скачки, значит, пампят иногда. И особенно после такого скачка, ну, вообще смысла нет заходить. Вот тот же Bitcoin Gold, на его графике прям видно, что один или два раза в месяц бывает памп, долетает цена практически до 400, а потом сваливается опять до 230, там, типа того. И некоторое время держится в этом диапазоне. В принципе, вот вам готова стратегия по Bitcoin Gold. Как только увидели, цену ниже 250 набирайте и держите, пока не подскочит до 350. И все. В принципе, можно вообще больше ничего не делать, только вот. И не торопиться никуда, не спешить. Ну, пусть у вас одна сделка в месяц будет, но зато вы в плюсе будете. Такая вот интересная монетка. Что касается Bitcoin, ну, новички на него все смотрят, но я хочу сказать, что это далеко не самая интересная криптовалюта сейчас в плане инвестиций. Она является, в общем-то, цифровым золотом, да, ее как называют. То есть, в ней измеряется большинство других криптовалют. И она, конечно, в любом случае, вы если покупаете какую-то криптовалюту, вы ее будете в большинстве случаев за Bitcoin покупать. Поэтому они у вас как бы уже есть. Итак, но именно держать сам Bitcoin не всегда интересно. Потому что сейчас он вот находится в диапазоне от 13 до 14,5 до 15 тысяч долларов и из этого коридора никак не вылазит. Ну, разве что спекулирует, то есть, подбирать нижние части, продавать в верхней части. Тысяча долларов разница, ну, это даже больше тысячи. Тоже можно заработать, но на других криптовалютах, как правило, все гораздо интереснее. Вот тот же Bitcoin Gold я вам пример привел. 50% за день. это, конечно, словить такой профит, это, конечно, очень круто. по Ethereum растет. Хочу отметить, что когда коррекция была после, когда там в декабре, значит, после сильного роста была коррекция, Bitcoin до сих пор не восстановил цены свои. А Ethereum мало того, что восстановил гораздо быстрее, так еще и дальше пошел. Так что, на мой взгляд, Ethereum гораздо интереснее, чем сам, ну, Bitcoin. Смотрите, принимайте решение, а я буду принимать решение, в какую сторону мне пойти. Пойду-ка я сюда. Прожу по полям, к лучшим колхозным, они вон заросли уже. Но по мне, так лучше пусть зарастает, чем тут дустом, когда все протравливали. Сейчас уж и не разберешь, диверсия это была или просто головотяпство какое-то. Ripple, опасно. Опасно, сильный рост. То есть, может скорректироваться и даже до одного доллара. Но, в принципе, народ подбирает его, начиная с полутора долларов. То есть, цена от доллара до полутора интересна для входа. Для выхода, соответственно, цифра ближе к трем долларам. Хотя и говорят, что там в 2018 году может он и все 10 долларов стоить. Да может стоить, просто вопрос, это будет через месяц или к концу года. Вы готовы целый год ждать? Если готовы, да, можно взять тогда и сейчас и держать, и все, забудьте. Но забыть вы не сможете, потому что как прикольный такой интернет-мем, если сейчас вам покажу. забыть вы не сможете. Это психологически нереально. И еще хочу... И еще хочу... в лайткоинах точно та же самая ситуация. То есть, еще выгоднее даже, чем в лайткоинах. Поэтому эти монеты, они всегда будут в цене. Может быть, нет такого роста глобального, да, но при этом они надежны. Так что их тоже, в принципе, в своем арсенале имеет смысл. Так, подъехал к горочке, сейчас буду скатываться. В принципе, в принципе, несколько ссылок на упомянутые биржи я оставлю. Если эта информация вам была полезной, то всегда рад донату. Хотя, прям, вот так специально его не прошу, но хотя бы по ссылкам регистрируйтесь на том же Binance, на том же Yobiti. Это тоже в конечном итоге какой-то плюс мне сделает. это что-то вроде доната вашего будет мне. Как бы не упасть. Ну что ж, в принципе, для этого видео, наверное, все. И так уже длинное получилось. Задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на группы, подписывайтесь на супергруппу в Телеграме. Вот ссылочку, как обычно, здесь отмечаю. Ну и будем обменяться опытом. Один в поле не воин, как говорится. чего не заметил один, десятером-то можно как-то заметить. Увидеть какой-то момент интересный. И как практика показывает, так и получается. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, хороших профитов вам. С вами был Лев. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.